Шубы в рассрочку! С 8 по 9 июня. Воровинский проезд, дом 1, около офиса Билай. И к темам выпуска. С воровством электричества энергетики намерены бороться простым и эффективным способом. С помощью рентгена. Рейды честный киловатт уже идут. При этом цель спецпроекта ПАО МАЭСК не только пресечь хищение электрической энергии, но и информировать население об ответственности за незаконное электропотребление. Хозяин этого строения в Мастюгина один раз уже попался. В ходе предыдущей проверки энергетики МАЭСКа сняли с его счетчика неодимовый магнит. И не похоже, что абонент, укравший киловатт часов на внушительную сумму, исправился. Человек просто-напросто сменил счетчик. Но сменил он он не через нас, а через энергосбыт. Написал заявление, поменял его. Естественно, вот приехали, приняли, опломбировали все дела. Но есть подозрение, что он может быть заряженным. Для тех, кто не в теме, умными или заряженными называют счетчики с доработанной схемой учета. Продаются они чаще всего в интернете, стоят дороже своих законных аналогов, но сулят покупателям сокращение расходов на электроэнергию до 70%. Это мы проверили, как это в закрепленной перемычке. Потому что если убрать одну из перемычек, счетчик начнет недосчитывать. Если нет конструктивных изменений, отличить заряженный прибор учета на глаз невозможно. Результата, как правило, не дает и инструментальная проверка. Токов не хватает. Чтобы прибор захватил по каждой фазе, хотя бы одну померить, ток должен быть 0,25. И все же, пока народные умельцы совершенствовали навыки обмана электронных счетчиков, энергетики научились видеть внесенные в микросхему изменения. Без вскрытия корпуса прибора. На помощь пришел рентген. За считанные минуты мобильный портативный комплекс МАЭСКО сканирует прибор учета и сравнивает полученное изображение с эталонным. Оператору остается только констатировать факт. Видно вот эталон счетчик, который завод предоставляет фотографии, а вот который сняли счетчик. Видно, что много больше проводов. И вот отдельно видно, что схема изменена. Лишняя запчасть, которая не должна быть. У нас есть огромная база. Порядка, наверное, пяти лет ее собирали. И все основные приборы учета, которые существуют в нашей стране, применяются. Есть полная база рентгеновских снимков. Причем они различаются не только по марке, но и по году. Потому что, допустим, компонентная база менялась. Один счетчик выпускался один год с такой базы, второй год с такой. Соответственно, там порядка, наверное, пяти-шести тысяч изображений. Как только завод-изготовитель подтвердит самовольное вмешательство в конструкцию счетчика, его владельца ждут очередные санкции. Средний размер штрафа для физлица – 150 тысяч рублей. С энерговорами МАЭСК ведет бескомпромиссную борьбу. Вот цифры Клинского РЭС. За четыре месяца этого года похищено 40 миллионов киловатт-часов. Это уже на 8 миллионов меньше, чем в прошлом году. Но все еще около 25% от общего объема, отпускаемой округу электроэнергии. Если говорить в рублях, то это 80-90 миллионов рублей. Это недополученные деньги Клинским районам, которые должны были пойти в реконструкцию сетей, модернизацию сетей, улучшение качества снабжения наших же жителей нашего района. Хищение электроэнергии приводит к снижению качества снабжения добросовестных потребителей. МАЭСК призывает не оставаться равнодушными к фактам безучетного и бездоговорного потребления. Телефон горячей линии компании на ваших экранах.